В Красноярске выставлены на продажу доли в крупных, стратегически важных компаниях. Переговоры идут о смене собственников Краскома. Эта фирма владеет Красноярским водоканалом, а также другими предприятиями ЖКХ. Кроме того, государство планирует приватизировать 25% Енисейского речного пароходства. Потенциальные покупатели известны. Акционеров Енисейского речного пароходства в Красноярске немало. 50% акций ЕРП у Норильского никеля, еще 25% пока у государства. Остальные ценные бумаги в свободном обращении. После объявления о приватизации стоимость акций пароходства уже выросла в два раза. И инвесторы надеются на дальнейший рост. Для рядовых акционеров наиболее выгодный вариант, чтобы госдолю выкупил Норильский никель. Тогда по закону он обязан будет предложить им продать ценные бумаги по хорошей цене. Основной предъявлением, естественно, Норильский никель, который сможет увеличить свой пакет доконтрольного. Также этот пакет интересен Ростнефти, который с помощью пароходства переводит грузы для освоения в Анкорском месторождении. Купив ТНК-ВП, они рядом приобрели целую группу месторождения. Это Сузунская, Тогульская. Там надо все развивать, нужно будет это все снабжать. И говорят, что пакет интересен на русской платине, которая недавно выиграла месторождение под Норильском. Два предыдущих аукциона по продаже части ИРП не состоялись. За одну ценную бумагу сначала просили 7 тысяч рублей, затем 6. Но покупатели не нашлись. Теперь стартовая стоимость на госторгах упала до 4 800 рублей. Весь 25-процентный пакет будет стоить почти полмиллиарда. Отмечу, что к продаже второе по объему перевезенных грузов пароходства в России подошло не самыми лучшими финансовыми показателями. За прошлый год компания показала убытки. Но они были связаны с засухой и маловодием на Енисей. Депутат Николай Трикман считает, что худшим исходом торгов может стать победа русской платины. Эта компания напрямую конкурирует с Норильским никелем, а значит конфликты акционеров неизбежны. Может какая-то акция продумана для того, чтобы войти на площадку Норильского никеля и пытаться там смуту вводить и как-то опять начинать будоражить акционеров Норильского никеля для того, чтобы поймать какую-то выгоду. Я считаю, что это абсолютно неправильно, хотя это не подусмотрено, не запрещено законом. Каждый акционер вправе там что-то продавать, что-то покупать и так далее. По неофициальной информации к продаже готовится также доля в компании Краском. Ее владелец, один из самых богатых и непубличных бизнесменов Красноярска Валерий Грачев, якобы ведет переговоры с представителями госкорпорации Росгидро. Это обсуждают и в коридорах власти, и в бизнес-среде, но пока при службе Росгидро факт переговоров не подтверждает. В любом случае смена собственников в Краскоме на его балансе водоканал может отразиться на всех жителях нашего города, считают эксперты. Если структура реально, реально вложит деньги в развитие Краскома в данном случае, конечно, жителям будет только плюс. Но опять, чтобы тарифы не повысились там пропорционально вложенным средствам. Для Росгидро покупка Красноярского водоканала может стать стратегически важным событием. Ведь ранее компания объявила о том, что желает зайти на рынок ЖКХ, заняться обновлением и модернизацией существующего хозяйства. Если новый владелец привнесет в эту отрасль инвестиции, это нужно только приветствовать, считает депутат Артем Черных. Те, кто контролирует сферу коммунального хозяйства, имеют очень серьезное влияние на жителей. В этом смысле через них могут влиять и на политическую, в некотором смысле, обстановку в территории. И если сегодня мы будем терять такие глобальные серьезные отрасли и отдавать возможность под влияние внешних инвесторов, то здесь возникает некая опасность. Добавлю, приватизация Енисейского речного пароходства назначена на конец сентября. Дата завершения сделки по Краскому не ясна. Добавлю, сегодня представители обеих компаний от комментариев отказались. Ну а если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-91-27 или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Камашев, Афонтово Новости. Виталий Поляков, Сергей Камашев, Афонтово Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова